Накал страстей, буря эмоций. Такую горячность от этих людей увидишь нечасто. Беспристрастные и объективные сменили черные мантии на шорты, майки и гетры. На футбольном поле – судьи. Юбилейное, 10-е, первенство судебного сообщества Приволжского федерального округа проходит в Самаре. Два дня показывать мастерство владения мячом будут служители Фемиды из 14 регионов. В первом матче турнира встречаются команды двух регионов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года – Самарская область и Мордовия. Напряженная борьба и побеждает дружба. Счет 3-3. Домашний чемпионат особую ответственность на каждого накладывает и постараемся поднять планку своего уровня повыше. Вот это представление команды, это первый раз было. Учитывая статус чемпионата, что он 10-й, мы решили сделать так, поскольку, чтобы зрители примерно знали, кто играет в команду. Там нет никаких футболистов и так далее, там реальные судьи, которые назначены указом президента. И хотя они привыкли к труду умственному, физическую форму судьи стараются поддерживать в свободное от работы время. Мы командой собираемся, играем каждую неделю, каждую пятницу. Ну и перед соревнованиями, конечно, у нас происходит соревновательный турнир, когда мы ездим и играем еще и с прокурорами нашими в Оренбургской области. Я сам лично организовываю себя в районе соревнования. Первенство по мини-футболу – прекрасная возможность продемонстрировать результаты тренировок. К тому же спорт в последнее время стремительно набирает популярность. Так в Самарском регионе за пять лет количество людей, увлеченных физкультурой и спортом, выросло больше, чем в два раза. Во многом благодаря строительству новых спортивных площадок, универсальных фоков, ледовых дворцов. Мы тоже в Самарской области сегодня пытаемся как можно больше молодых людей, детей, подростков, взрослого населения вовлечь в спортивную жизнь. Мы построили почти 400 дворовых пришкольных площадок с искусственным покрытием в области. И как раз это нам дано очень хороший результат массовости в участии в спортивных мероприятиях, в спорте нашей молодежи. В первый же день каждая команда сыграет по шесть игр в группе. Во второй день турнира будут состязаться по системе плей-офф. И хотя футбол любительский, настрой на победу у всех команд высокий. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова